друзья всем огромный привет с вами марина и мы на канале интернет-магазина косметики и парфюмерии рандеву сегодня мы будем обозревать офисные ароматы это aroma box состоящий из 8 пробников по полтора миллилитра здесь можно попробовать оценить различные ароматы принять для себя решение нужен ли вам полноразмерный флакон это очень удобно очень классно вот такие коробочки они кстати говоря выглядят нарядно они подойдут в подарок можно подарить их преподнести на день рождения на 8 марта на новый год на любой праздник и просто подарить себе чтобы принять вот решение о ароматах а полных ароматах потому что полноразмерные версии стоят достаточно дорого и конечно же каждый флакон вот так вот покупать вслепую мы не можем или после такого быстрого тестирования этого количества хватит для того чтобы разносить и принять для себя правильное решение смотрите кстати говоря здесь вот в этом арома боксе здесь представлены полноразмерные флаконы на картинке то есть можно сразу же понять как выглядит полный флакон того или иного аромата все очень наглядно все очень красиво и в общем-то приятно держать это в руках и давайте мы начнем с ароматов которые мне понравились больше всего вот из этого арома бокса которые я вот хотела бы иметь у себя на полке кстати говоря у меня есть один аромат из этого арома бокса и он называется зарко парфюмы то есть это конкретно марка зарко парфюм называется pink молекула 09009 мне этот парфюм давно нравится и я себе приобрела его в полноразмерном флаконе 100 миллилитров он очень жизнерадостный он очень такой девчачий очень красивый он подходит и на праздник и на вот просто на повседневную жизнь на рабочие наши будни недаром это офисная подборка но несмотря на то что это офисная подборка ароматы подходят и на праздник они все очень шикарные роскошные шлейфовые с дорогим красивым шлейфом поэтому никого не оставят равнодушным в общем этот аромат когда я впервые потестировала я услышала в нем прям такой отчетливый абрикос я потом была удивлена потому что в пирамиде действительно оказался абрикос почему-то мне слышалось марокуи какие-то мультифруктовые оттенки но вот мультифруктов там не оказалось хотя чувствуется как будто бы вот это вот игристая такая нотка но я думаю что за счет шампанского потому что здесь есть шампанское здесь есть взбитые сливки это очень такая вот праздничная на мой взгляд композиция несмотря на то что она универсальная и отдаленно этот аромат мне напомнил кстати говоря хаяти от отар коллекшн там тоже ягоды сливки и в общем то такие вот интересные ноты завлекающие присмотритесь к этому аромату он стойкий он звонкий он яркий он сочный и ну скорее всего просто люди будут от вас слышать этот приятный шлейф и делать вам комплименты спрашивать что на вас следующий аромат который я хочу вам показать который мне понравился очень сильно вот в этом арома боксе это экс неила колон 352 я честно говоря ничего такого прям не ждала от этого вот аромата потому что я прочитала колон думаю наверняка будет какая-то легкая водичка скорее всего больше в мужскую сторону но как я ошибалась этот аромат оказался очень женственным во первых сейчас я все расскажу почему он оказался сочным он очень прям здесь чувствуется сразу такой сочный итальянский лимон который здесь кстати говоря и есть очень такой звонкий сочный прям он такой подходит на любое время года и как раз зимой вот я его разнашивала мне он очень понравился оказался очень стойким несмотря на то что вот казалось бы должна быть легкая водичка ну экс неила все-таки бренд который делает качественную стойкую парфюмерию здесь чувствуются такие немножко еловые оттенки немножко хвойность небольшая я думаю за счет ягоды можжевельника которые присутствуют в составе композиции и он очень женственный знаете почему потому что здесь есть апельсиновый цвет который я обожаю просто в ароматах и ландыши ландыши тоже люблю то есть сразу можно понять что аромат сочный звонкий фруктовый с таким очень красивым цветочным оттенком а именно вот этот апельсиновый цвет он настолько играет на коже очень красиво и придает вот этой композиции женственности в общем супер аромат присмотритесь мне он лично нравится больше чем флор наркотик разрекламированный всем известный но вот на мой взгляд этого прям находка следующий аромат который мне также очень понравился и кстати говоря возможно я бы хотела полный флакон это эсцентрик молекула 0 1 плюс ирис обычно я как-то молекулы на себе особо не слышу не могу их разносить но вот со временем думаю что-то подберу для себя а вот тут я услышал прямо отчетливый ирис такой нежный аромат он такой женственный он такой классный он на самом деле очень с одной стороны интимный то есть он сидит близко к коже нет какого-то там большого шлейфа чтобы от вас могли услышать километровый шлейф он больше для себя для расслабления для отдыха я я в нем засыпала с большим удовольствием и он как-то вот знаете располагает к релаксации очень интересный ирис здесь такой мягкий он такой кремовый даже немножко крем-пудрочка такая чувствуется в нем здесь нет каких-то острых углов здесь нет вот этого ощущения корня ириса он мягкий он приятный с оттенком кедровых орешков и даже какой-то небольшой оттенок вот именно кедровый здесь ощущается именно орешков приятный просто не сладкий абсолютно не сладкий он такой вот нейтральный приятный аромат на каждый день но при этом он вас все равно выделит он все равно подчеркнет вашу женственность обратите на него внимание следующий аромат который очень люблю и у меня он уже второй раз попадается в арома боксе это бореда бал де африк африканский бал знаменитый аромат очень красивый я люблю ноту бархатцев вообще в парфюмерии это достаточно редкая нота здесь она обыграна очень красиво за счет вот переплетение с нотами смородины с нотами лайма бергамота в общем это и свежо это и ягодно это и цветочно но цветы здесь такие вот бархатистые такие шершавенькие в виде бархатцев необычно это потому что бархатцы они имеют свое особое звучание в конце аромат запудривается за счет вот фиалки в составе композиции также здесь очень красивая кедровая база очень нежная не выбирают деревяшки вот как это бывает то есть это все очень как собрано настолько вот красиво и правильно что придраться не к чему и кстати аромат несмотря на то что он очень утонченный вот такой прям изящный достаточно стойкий и шлейфовый кстати его все отмечают и у меня из знакомых кто покупал себе вот этот аромат в полном размере они все просто были в восторге говорили что столько комплиментов получает у меня вот подруга купила себе этот аромат она говорит у меня постоянно на работе говорят что шикарный шлейф хотя я от себя вот слышу очень вот тонкий такой небольшой да вот сначала флер но потом перестаю слышать а другие его всегда отмечаю следующий аромат который мне очень очень понравился это фредерик маль леда хевер единственное почему он у меня идет в конце да я же начинаю с наиболее понравившихся а это вот наименее потому что все-таки дороговат аромат и он достаточно такой вот на мой взгляд ему стойкости не хватает я все-таки люблю более такие яркие стойкие ароматы хотя он очень красивый он завлекающий такой интересный в нем действительно вот есть в переводе вообще вот этот леда хевер насколько я поняла это талая вода чувствуется в этом аромате дыхание весны и дыхание вот этих вот весенних цветов красивых сирени хотя вроде бы здесь нет сирени гелиотроп но чувствуется немножко сирень чувствуется оттенок липы почему-то для меня липовый мед как будто такой слегка терпковатый переплетается это все с ирисовым оттенком потому что здесь прям очень отчетливо слышен ирис и цветы здесь такие красивые они на полутонах они очень женственные очень нежные аромат достаточно тоже такой интимный спокойный но при этом он необычный он имеет нишевое звучание он цепляет за счет вот вот этих вот нежных таких нот вот липовый какой-то медовый оттенок он дает ему особенное звучание необычное звучание мне он этим очень понравился то есть если изначально я его не сразу оценила не с первого момента потом я уже начала получать удовольствие от этого липового оттенка от этого ириса очень красивого женственного очень нежный аромат вот кто любит тихие спокойные аккуратные запахи присмотритесь вот к этому парфюму следующий аромат это у нас будет с вами вильгельм парфюмерии кстати забыла его показать в начале потому что это один из наиболее понравившихся у меня парфюмов где поле он называется я вообще неравнодушна к марке вильгельм парфюмерии мне очень многое нравится у меня есть у самой аромат молнин чес я хочу еще кое-какие ароматы из марки и этот в принципе не исключение он мне тоже понравился потому что во первых здесь чувствуется почерк вильгельм парфюмерии то есть почерк вот марки есть есть единое вот что-то такое прослеживается единые какие-то нотки которые звучат вот во всех композициях бренда правда можно вот через этот аромат познакомиться с брендом в целом специфика она чувствуется и кстати говоря каждый аромат марки он имеет какую-то историю то есть он посвящен или человеку или каким-то событиям жизни в данном случае этот аромат посвящен супруги я на а я на это основатель компании вильгельм парфюмерии и он хотел вот воплотить вот в этой композиции свою любовь свое какое-то вот послание любовны кстати говоря его супруга очень любила бергамотовый чай эрл грей и здесь вот в составе композиции имеется черный чай имеется бергамот и чувствуется кстати говоря очень сладкое такое зеленое яблоко вот почему-то для меня именно зеленое но такое именно вот сладкое приятное не приторное а без сахара то есть оно такое прям сочное зеленое яблоко и прослеживается как будто бы ноты табака хотя в составе композиции есть черный чай табака нет возможно что за счет вот этого вот черного чая чувствуется вот эта терпкость немножко и она придает ощущение что это какой-то обычный табачный дым как будто бы кстати говоря я заметила что во многих ароматах бренда присутствует вот эта табачная нота которая вообще не заявлена в композиции это кстати говоря тоже вот особенность бренда но это очень так все завуалировано аккуратно тонко спокойно то есть нет какого-то прям явного знаете такого табачного оттенка чтобы женщина не могла пользоваться этим ароматом тем более что вот например это да он посвящен жене то есть он идет унисекс конечно но он такой вот интересно подходит и женщинам и мужчинам обратите внимание вот на этот бренд супер просто аромат очень я им довольна следующий аромат это франциск урокиджан aqua celeste и вот он честно говоря он достаточно простой парфюм на мой взгляд хотя франциск урокиджан делает всегда прекрасный аромат и просто не могут они не радовать он освежающий он легкий он вот знаете вот как действительно вот горный ручей как будто бы он такой водянистый вот освежающий кстати его разнашивала зимой и хорошо он звучит именно вот так свежо кристально чисто очень красиво я кстати говоря не заглядывая в пирамиду в самом начале услышала здесь ноту мяты немножко как будто бы сок алоэ лайм и в конце он припудривается что ли вот то есть вообще не создается какой-то припыленности я думаю за счет мимоза хотя аромат на мой взгляд он больше даже мужской чем женский несмотря на наличие мимоза в композиции вот он такой вот прям холодный освежающий легкий немножко деколонистый как будто бы приятные очень приятный такой вот ледяной аромат на все времена на любое время года на лето на зиму летом я думаю что это будет просто на ход и давайте последний аромат рассмотрим вот из этой коробки это амуаж reflection woman он кстати говоря очень оказался прям стойкий такой аромат ну как и наверное многие амуажи у меня он ассоциируется с весной я его когда нанесла на себя я сразу же вспомнила композицию которая у меня есть это линстан герлен это классический линстан но тот вот тоже про магнолию ароматом чувствуется магнолия здесь чувствуется магнолия там она более медовая здесь она более зеленая более такая терпковатая более такая немножко пыльцовая и более даже яркая там она приглушенная такая прозрачная здесь очень яркая цветочная этот аромат подойдет любителям цветочных композиций также чувствуется здесь и фиалка и пудровость и фрейзи то есть аромат он чисто такой вот женский он очень женственный очень яркий и очень весенний вот кто любит такие цветочные композиции присмотритесь к аромату амуаж reflection woman я думаю что он вас зацепит в общем это был последний аромат в этом боксе на мой взгляд это очень удачная подборка офисных парфюмов здесь как раз подобрали те ароматы которые с одной стороны они нарядные они очень интересные они универсальные но в то же время они подойдут для использования их в офис когда рядом с нами люди чтобы никого не напрягать и чтобы всем было с нами уютно а я вам желаю приятного дня всего вам самого хорошего с вами была марина алёшина пока пока